Насколько Китай ответственен за изменение климата? Чтобы выяснить это, авторы Дойче Вэля Ута Штайнвер и Виталий Кропман провели факт-чекинг. Китай выбрасывает в атмосферу так много углекислого газа, как ни одна другая страна мира. Напрашивается вывод, что Пекин несет наибольшую ответственность за изменение климата. Но все не так однозначно, указывают авторы статьи. С 2008 года ГНР занимает первое место в мире по ежегодным выбросам парниковых газов, почти вдвое опережая США. Согласно данным статистического портала Our World in Data, в 2019 году Пекин выбросил в атмосферу 10 миллиардов тонн СО2, что составило почти 28% общемировых выбросов. Но одних лишь этих данных недостаточно, чтобы возложить на Китай особую вину за глобальное потепление. Так, стоит взглянуть на выбросы углекислого газа на душу населения, то здесь во главе списка оказываются страны Персидского залива и Карибского бассейна. США с приблизительно 16 тоннами на одного жителя лишь на 14 месте. На одного жителя КНР приходится почти в два раза меньше. 7 тонн. Это 48 место в данном рейтинге. Но и это не дает полной картины. Когда речь идет о диоксиде углерода, то важно знать, что этот газ может оставаться в атмосфере долгое время. Его полное разложение занимает несколько сотен тысяч лет. Отмечается сообщение Германского федерального агентства по охране окружающей среды. Согласно международному исследованию Global Carbon Budget, около 40% выбросов СО2 осталось в атмосфере с 1850 года. Таким образом, чтобы понять причины антропогенного изменения климата, по словам экспертов, важно взглянуть на так называемые исторические выбросы. Если анализировать данные, начиная с 1750 года, то Китай выбросил углекислого газа почти в два раза меньше, чем США, выбросившие в атмосферу 410 миллиардов тонн. Превращая угольные отходы в биткоины, компания по майнингу криптовалюты купила тепловую электростанцию в США, передает издание Techspot и рассказывает подробности. Stronghold Digital Mining приобрела контроль над угольной электростанцией Panther Creek в рамках своей программы экологически выгодной добычи криптовалют. Компания будет добывать энергию для майнинга биткоина, сжигая угольные отвалы и возвращая властям штата освобожденные земли, пишет Techspot. Большое количество угольных отвалов – одна из серьезных экологических проблем Пенсильвании. Они выделяют в воздух углекислый газ, а в почву – грунтовые воды, алюминий, железо, марганец и прочие металлы. Stronghold Digital Mining считает угольные отходы высокорентабельным источником энергии для майнинга. Из 200 тонн таких отходов можно произвести один биткоин, стоимость которого более 43 тысяч долларов по текущему курсу. Компания уже располагает тепловой электростанции ScrubGas, мощности которой достаточно для 1800 майнеров – специализированных устройств для добычи криптовалюты. С помощью этой станции фирма освободила от угольных отходов более 400 гектаров земли и передала их властям штата. Покупая новые электростанции, Stronghold Digital Mining планирует обеспечить питанием более 20 тысяч майнеров. При этом только ближайших угольных отвалов хватит на 30 лет добычи криптовалюты, подчеркивает Techspot. Издание добавляет, майнинг – это крайне энергозатратная операция, которая производит массу парниковых выбросов. Так, например, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск запретил продавать электромобили Tesla за биткоины, пока их добыча не станет более экологически чистой. 80% прослушивания всей потоковой музыки приходится всего на 1% ведущих артистов, передает Times. Таковы данные самого подробного исследования этой отрасли, проведенного после того, как антимонопольные органы Великобритании попросили исследовать влияние трех крупных звукозаписывающих лейблов на рынок стриминга. Доклад под названием «Доходы создателей музыки в цифровую эпоху» указывает. Около миллиона стримов в месяц – это минимальный порог для устойчивого выживания, если их дополняют другие источники, такие как живые выступления. По оценкам, в прошлом году этой цифры достигли около 720 британских артистов. Times поясняет, в значительной степени привычки цифрового прослушивания музыки определяют такие исполнители, как, например, Edge Run и Dualipo. В докладе говорится, что на основе выборки данных за 2014-2020 годы на 1% ведущих исполнителей приходилось до 80% всех потоков, а на 1% лучших треков приходилось более 65% всех потоков, констатирует газета. В докладе также отмечается, что из-за коммерческой конфиденциальности нет возможности получить доступ к информации о том, как работают рекомендательные алгоритмы. Издание добавляет, в сентябре парламентское расследование показало, что рынок стриминга нуждается в полной перестройке, учитывая низкие доходы многих музыкантов, угрожающие будущему музыкального творчества. Субтитры создавал DimaTorzok